всем привет вы снова находитесь на канале all dutchman и сегодня мы наш видео выпуск посвятим грибам мы вот так вот в такую погоду на улице плюс 28 решили сегодня выходной день сходить за грибочками в лес правда у нас надежды было почти никакой думали ну хотя бы хоть что-то соберем потому что люди вот знакомые выкладывали фотографии показывали там что они парасольки собирали там еще что-то и один товарищ мне буквально на днях сказал что вот он ходил на выходных в лес и собрал немножко вешенков и больше нифига не нашел день нормальный даром не пропадал мы решили пойти в лес и вот пожалуйста мы были в лесу час 15 минут с момента вступления в зеленые насаждения и за это время мы собрали вот столько вот тут у нас боровики и белые грибочки белые маленькие грибочки и вот здесь у нас именно подосиновики и боровики они маленькие потому что дождей было мало на прошлой неделе у нас несколько дней были дожди и естественно те кто пошли на прошлых выходных лес могли собрать больше грибов чем к примеру мы сегодня ну за этот час с хвостиком пока мы ходили в лес собирать грибы мы устали дико и лично я пропотел так как будто я в парилке побывал ну что вы хотите на улице плюс 28 это сентябрь можно сказать середина сентября ну и все-таки результат нашего похода можно сказать увенчался успехом вот такие вот у нас красавцы есть вот такие вот у нас есть вот видели конечно мы там еще грибочки я честно сказать сомневался в съедобности тех грибов поэтому я их не взял вроде бы как парасвольки но у них вот такие вот длинные ножки вот такие длинные ножки и шляпка юпочки нет там три рядышком стоят и один немножко в сторонке поэтому ну растут да пусть растут он придут зайцы или косули поедят теперь касательно грибов если кто не знает или кто-то сомневается когда идет в лес но хочет собрать грибы сейчас я вам расскажу как определять съедобный гриб от ложного не ядовитого то что ядовитые их видно сразу именно есть ложные ложные опята есть ложный подосиновик не знаю у вас водится такое или нет а вот в баварии такое есть поэтому есть несколько признаков определения съедобного гриба во первых когда он пахнет землей это раз когда он растет вокруг елочек в мелкой траве в мелком мху и около него гуляют там мушки всякие там слизняки и так далее которые тоже его поедают вот если вы допустим собираете грибочки но первый признак когда он пахнет землей второй признак когда его грызут вот эти вот допустим слизняки и птички так далее час к этому подойдем ближе значит когда вы собираете грибы можно попасть действительно на ложные к примеру ну скажем так на ложный подосиновик он в принципе отличается совсем чуть-чуть от настоящего тем что он немножечко бледнее в ножке чем обычный гриб это раз второе его точно так же как и нормальный съедобный гриб поедают слизняки поедают мушки поедают птицы если вы к примеру в грибной энциклопедии читаете о том что все грибы которые поедаются животными или там насекомыми или слизняками их можно есть это неправда тот кто составлял эту энциклопедию увы грибам не имеет никакого отношения потому что точно так же мухомор поедается слизняками точно также поедается даже самая бледная поганка слизняками они съедают им за из-за этого ничего не бывает животные зайцы косули лоси олени тоже едят такие грибы для человека ядовитые и их желудок это переваривает поэтому не стоит обращать никогда внимание на то что гриб если он поеден слизняком допустим вот как вот этот вот то он полностью съедобен поэтому пункт о том что если грибочки поедают слизняки и так далее так далее можно считать съедобным нет условно съедобными да но не съедобными итак возвращаемся к первому пункту гриб пахнет землей это первый пункт второй пункт если вы берете гриб срезаете его и у него на ножке вот так вот не появляется сразу не появляется темно-синее пятно до черноты гриб съедобный на боровиках появляется течение пяти десяти минут синее пятнышко на месте среза синие заметьте не черное синее пятнышко это нормально значит идем дальше если вы сорвав гриб понюхали его пахнет землей отлично посмотрели допустим на грибочек вот на вот этот вот ножка не покрылась у нас ничем не синим не темным не ничем еще но у вас есть сомнения в съедобности этого гриба просто-напросто берете вот так вот кусочек грибочка опламываете понюхали да хорошо пахнет землей отлично съедаете кусочек этого гриба если не дай бог вы чувствуете горечь значит это гриб ядовитый его увы брать нельзя если никакой горечи нет так я сейчас проглотили и все нормально будете жить и дальше и собирать грибы с успехом еще много-много лет что мы будем делать с этими грибами я их от пересортировал перемыл вот здесь вот в этой миске у меня большие грибы в этой миске у меня маленькие грибы сегодня у нас уже нет времени ты желать и нет заниматься этими грибами все-таки ходили пока мы добрались до леса пока мы гуляли в лесу пока мы добирались домой это все-таки время время хорошо отбирается пересортировал перемыл разложил по мискам сейчас эти грибы я уберу холодильник и завтра утром или днем по желанию главное чтобы не прошли сутки с момента сбора грибов потому что потом они начинают портиться приходят приходить негодность завтра мы уже будем делать маринад и будем мариновать эти грибы я так думаю что у нас все таки из но тут сколько вот здесь к примеру здесь примерно ну грамм 800 может быть 900 эти грибочка а здесь где-то меня так навскидку где-то 22 с хвостиком килограмма грибов вот такие вот дела так что к этой зиме мы будем заготавливать грибы будем мариновать это наш первый сбор сейчас вот в этом году после лета лето было душливым лето было жарким дожди были редкие незначительные и если к примеру кто-то и собирал грибы то находили совсем мало грибов мы же сейчас вот решили вот так вот спонтанно пойти в лес за грибами собрали и следующие выходные мы опять пойдем за грибами опять будем искать собирать есть у каждого грибника свои места естественно кто-то уже пришел на это место и начал собирать не выгонишь живу да вот и будем собирать и маслята будем собирать и потом будем собирать белые грибы потому что белые грибы это все-таки благородные грибы они крутые они классные они действительно хорошие их можно просто даже с картошечкой с жареной или с пюре обалденно идут маленькая подсказка маленькая подсказка для тех кто любит собирать грибы или хочет начать собирать грибы но иногда сомневается по поводу белых грибов так делали тут маленькие грибочки вот вот белый грибочек он белый грибочек вот маленький вот чуть побольше вот еще меньше меньше значит если вы в лесу увидели мухомор не сбивайте его не пинайте его лучше посмотрите вокруг где-то метров в пяти или в десяти от этого гриба будет семейство белых грибов это проверено опытом проверено годами и не только мной проверено действительно теми грибниками которые всю жизнь занимаются если вы в лесу увидели мухомор значит рядом с ним находится семейство белых грибов вот и все что я хотел сказать сегодня по поводу нашего сбора грибов которые мы будем мариновать уже завтра не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой адекватный комментарий оставайтесь с нами у нас всегда есть что-то интересное и полезное на канале old dutchman с вами был я владимир козрачук всем удачи всем того же что и вы мне пожелали но в два раза больше